Когда мы за 100, все друзья очень рады, вещественные, тост, они слышали этот звук и автоматически фотографируются нас, где тост. Чтобы не попасть в кадр, достаточно не звенеть бокалом, заверили разработчики. Эта придуманная в Китае программа распознает любые звуковые сигналы, превращая их в команду к действию. Причем это может быть любой звук, например, телефона или даже домашней техники. Когда мы будем дома, не ходить из кровати, выключить свет. Мы говорим, что выключить свет, то они автоматически слушают наши показы. Свои идеи в Севастополь привезли не только иностранцы. 15 регионов Российской Федерации также прислали своих представителей. Вот, к примеру, павильон Калужского филиала института имени Баумана. Здесь целая работающая модель самолета. Этой крылатой машиной управляет оператор при помощи джойстика и монитора. А на борту множество полезных приспособлений. На борту у него находится целевая нагрузка, оптика радиоэлектронная. И он выполняет ряд действий, которые дают возможность решить вопросы, связанные с мониторингом земной и водной поверхности. Впереди находится оптическая система, которая работает в двух диапазонах видимый и инфракрасный диапазон в зависимости от задач, которые поставлены перед данным полетом или данным заданием. Кроме того, имеется радиоактивная система, которая находится в центре самолета. Что самое интересное, вместе со взрослыми коллегами свои идеи представили совсем юные изобретатели. Воспитанники Малой академии наук Севастополя и Крыма презентовали радиоуправляемые машины с увеличенной проходимостью, программы инклюзивного образования и даже приспособления для будущих покорителей Луны. Работа в земных условиях, то есть это обработка искусственного мрамора. И второе – это обработка реголита. Реголит спекается в блоки, реголит – это лунный грунт. После этого его можно отфрезеровывать с помощью фрезерного узла, наносить защитные пленки и метки для роботизированной сборки. Технология, которая позволяет строить дома на Луне и на Марсе. Всего же в Севастополь приехали ученые из 28 стран мира. А это больше сотни интересных и перспективных проектов. Конечно, заработают не все, но многие. В таких развитых странах, где отношения к результатам интеллектуальной деятельности, ну будем говорить, более серьезные, те, которые торгуют лицензиями на изобретения, они соизмеримы на душу населения с торговлей такими активами, как углеводороды и так дальше. Поэтому это, во-первых, очень большой коммерческий капитал. Это во-первых. Ну а самая главная инновация – это как раз то, что развивает наше общество. Затем, чтобы инновации не оставались лишь проектами, обязуются следить севастопольские парламентарии. И закрепить намерение должно соглашение о сотрудничестве с Содружеством изобретателей России. Я надеюсь, что данное соглашение, оно даст новые точки роста города Севастополь. Вот мы уже сегодня слышали, что данное мероприятие проходит в городе Севастополь 15 раз. Но, может быть, еще соглашение о сотрудничестве – это даст возможность привлечь новых изобретателей и инноваторов в город Севастополь. И так, как я уже сказала, у нас принята стратегия для развития города Севастополя до 2030 года. Я думаю, именно изобретения – это должны быть те точки роста экономики города Севастополя. И новое внедрение новых технологий, что позволит развиваться городу Севастополю экономически. Что же касается представленных на этой выставке инновационных предложений, экспертное сообщество обязуется каждому уделить время и по возможности помочь реализовать идею, доведя ее до потребителя. Павел Миросниченко, Дельвер Меджитов, Севастопольское телевидение.